Немного о любви. А ведь любовь – это совокупность совершенства. Обострились богословские дебаты. Кто же главнее, мужчина или женщина? Страсть к господству – это страсть, внушенная сатаной. Но знает Бог, что в день, который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги. Вкусили? Что последовало, нам известно. Мы все в плену у страсти быть как боги и даже больше бога. А как же должно быть? В раю с богом одному Адаму было нехорошо. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божий сотворил его мужчину и женщину, сотворим их. Вопрос, кто главнее, не возникает. Возникает гармония, восторг, соответствие, единство. Одна из главных заповедей Божьего закона гласит – почитай отца твоего и мать, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе. Точное следование буквы закона никак не предполагает возвышение одного родителя над другим – и отца, и мать. Почитай. Божье определение супружеских отношений, потому оставит человека отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть, не дает намека на некое превосходство одного супруга над другим. Вся библейская история, описывающая отношение Бога к человеку, подсказывает совершенно равное отношение как к мужчине, так и к женщине. Христос нигде и никак не показал превосходство мужчин над женщиной. Скорее, напротив, Он проявил невиданное уважение к женщине. Святой апостол Павел утверждает, впрочем, ни муж без жены, ни жена без мужа. В Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену. Все же от Бога. И еще. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену, любит самого себя. Лучше не скажешь. Муж любит жену, как себя. Он не представляет себя высшим по отношению к жене. Словами святого апостола Петра хочу завершить это послание о любви. И так же и вы, мужья. Обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. А если без любви, так пустой грохот. А если без любви, так пустой грохот.